2011 год, Москва. В эти осенние дни у храма Христа Спасителя не смолкал колокольный звон. Сюда привезли ковчег с поясом Святой Богородицы, одной из самых главных реликвий христианского мира. По преданиям, пояс Богородицы излечивает смертельно больных, помогает от женских недугов, воссоединяет семьи. Стоит лишь прикоснуться к нему с искренней верой и молитвой. К святыне выстроились десятки тысяч людей, которые приехали со всех уголков России. Невзирая на снег, холод, ветер, они терпеливо стояли по много часов в ожидании настоящего чуда. Уже после того, как святыню увезли, Россию буквально захлестнул поток информации о чудесных исцелениях. Прямо на наших глазах Денис Власов гнет ложки одним взглядом. Такое можно увидеть разве что в фантастических фильмах. Покажи, пожалуйста, правую руку, что в ней ничего нет. Зажимай в кулак вилку и представь, что она у тебя гнется. В руках прям, представь. Чувствуешь, она гнется? Чувствуешь, да? Смотри, смотри, смотри. Денис как будто отрицает все известные законы физики. Его ложки и вилки ведут себя самым чудесным образом. Невероятное зрелище выглядит как настоящее чудо. На самом деле это просто яркий фокус. Другое дело иные чудеса. Их преподносит сама жизнь. Мы не можем объяснить их природу, но точно знаем. Рано или поздно они происходят в жизни любого человека. Есть много необычных явлений, которые мы называем чудесами. Телекинез, ясновидение, предчувствие, многие другие. То есть что-то непонятное человеку. Но эти явления не лежат в области сверхъестественного. Человек просто не знает законов, по которым живет и строится мир. Ему приоткрыто лишь небольшая толика мироздания. Поэтому для него чудесами является то, что недоступно его пониманию. Выходит за рамки этого понимания. Жительница села в Киевской области Татьяна Менджерес до сих пор не верит своему счастью. Она смогла найти свою родную дочь через 12 лет после ее исчезновения. Такое бывает один случай на миллион. Настоящее чудо. Я не могу даже сказать, чтобы это пережили мои самые злейшие враги. Это просто ужас. Это отчаяние. Это вообще безысходность какая-то. Ты вообще не знаешь, что делать, потому что понимаешь, что ребенок маленький. Что сам он никуда не мог пойти. И сам, естественно, не может ниоткуда уйти. То есть это было отчаяние. Просто кошмар. Этот кошмар начался 4 марта 2000 года. Именно в этот день муж Татьяны с их 4-летней дочерью Ольгой поехал в гости к родителям. До электрички оставался час. И они зашли в зал ожидания, чтобы погреться. Ну, случилось так, что он отошел, там, купить что-то. Можно по каким-то своим еще надобностям. И когда он вернулся, ребенка уже не было. Он мне позвонил. Я буквально через 15 минут была уже там. Объявляли по радио. Искали везде. Ольгу искали все милицейские службы. Прочесывали подвалы и чердаки. Опрашивали бомжи и цыган. Но девочка как сквозь землю провалилась. Удалось только узнать. Малышку забрала какая-то старуха. Правда, никаких данных о ней у милиционеров не было. Поиски зашли в тупик. Ни одного дня не было даже мысли о том, что я могу не найти. То есть я верила. Покупала игрушки, куклы. Любые праздники, дни рождения. Просто каким-то датам. То есть я ее ждала каждый день. Я верила в это. Я не знаю. Другого я даже не допускала. Ольга нашлась случайно. Все эти долгие годы она жила за много километров от родного дома. Похитительница увезла ребенка в Одессу. Жили мы с ней в подвале. То есть приходили мы туда поздно ночью. Уходили рано утром, чтобы меня никто не видел. В основном, ну почти целый день мы проводили в церкви. Только через семь лет подросшая Ольга сбежала от старухи. И прибилась к цыганам. Попрошайничала по вокзалам, где ее обнаружили работники социальной службы. Тогда ее фото показали по местному телевидению. Фотографию увидела Татьяна. Со времени пропажи девочке прошло много лет. Но Татьяна узнала ее с первого взгляда. Правда, потом выяснилось, девочка о себе ничего не помнила. Ни как ее зовут, ни откуда она родом. Парадокс. Ольга забыла о своей прошлой жизни в семье. Не знала, почему она оказалась на улице. Как будто некто специально закрыл от нее все плохое, что когда-либо с ней происходило. Тот день, когда меня украли, я вообще не помню. Потому что, я еще раз повторяю, я вообще не помню свое детство. И тот день, ну конечно же, тоже. То есть у меня как будто бы, не знаю, как амнезия. Сегодня Ольга учится в колледже и твердо верит. Чудеса случаются. Ведь она всегда мечтала о том, чтобы у нее была мама. В этой истории есть еще один удивительный момент. Татьяна вспоминает. Все эти годы какое-то невероятное чутье всегда подсказывало, что происходит с дочерью. Закрывая глаза, женщина представляла, на сколько сантиметров девочка выросла, как изменился цвет ее волос, какие у нее появились интересы и увлечения. Сегодня ученые уже не сомневаются, такое могло быть. Еще в 1927 году французский математик и философ Эдуард Леруа ввел понятие ноосферы. По его версии, это энергетическое поле, которое опоясывает нашу планету и хранит в себе информацию обо всем, что когда-либо происходило или еще произойдет на Земле. Среда вокруг нас буквально нашпигована информационными потоками. Их основным приемником является человеческий мозг. Природа, она устроена мудро. Она предусмотрела какие-то естественные фильтры, которые позволяют нам получать только ту информацию, которая нужна нам для нашей жизнедеятельности. Поэтому мы способны переваривать лишь узкий спектр информационных потоков. Общение с ноосферой не раз имело место в истории человечества. Пожалуй, самый известный пример – это история Моисея. Согласно библейской книге «Исхода», Моисей каким-то невероятным образом извне получил знания о своей миссии. Четко следуя этим указаниям, он смог освободить евреев от египетского рабства и отвезти в землю обетованную. Но чудеса на этом не закончились. На горе Синай, после того, как он благополучно привел евреев в пустыню, Моисей получил новую информацию. Десять заповедей, законов, которые, как теперь считается, были продиктованы Моисею для человека самим Богом. Законов, которые легли в основу целой мировой религии. Примерно так же информацию получили и знаменитые провидцы. Ванга говорила, что знание о людях и событиях ей нашептывает чей-то чужой далекий голос. Нечеловеческий, как будто доносящийся по телефону, описывало его ясновидище. А иногда всю информацию пророчицы рассказывали мертвые, которые обступали ее буквально со всех сторон, спеша поделиться тем, что знали. Открытие вот этого инфрационного канала и приборное, измеряемое, наличие его, это дело в ближайших даже лет, а не будущего. Мы к этому очень спокойно относимся. Профессор Станислав Зенин уверен, отечественная наука уже на пороге великого открытия. Информационная система нашей планеты существует. Более того, он почти понял, как она устроена. Наличие ячеек в таком пространстве, которое отражает информацию обо всем, а каждая ячейка действительно должна отражать и иметь колоссальную инфрационную емкость, понимаете? То вы, получается, живете в среде, в инфрационной среде физического пространства, которое отражает все, в том числе и ваши действия. Есть еще один невероятный способ заполучить в собственную жизнь чудо. Американка Шакти Гавейн называет это творческой визуализацией. По ее словам, нет желаний, которым не суждено сбыться. Главное – суметь их увидеть в своем сознании. В своей книге Шакти Гавейн рассказала такой случай. Однажды ей понадобились деньги для лечения ребенка. Тогда она ясно представляла, как на ее столе лежит чек на 10 тысяч долларов. Она занималась визуализацией каждый день по часу. Она представляла во всех подробностях, как выглядит этот чек. Размер, цвет, даже какие-то потертости на чеке. И спустя неделю она получила контракт именно на эту сумму. Такое неистовое желание может совершить невозможное, даже кардинально изменить историю человечества. История французской национальной героини Жанны Д'Арк тому подтверждение. Эта 17-летняя девушка была настоящей патриоткой. В 1429 году город Орлеан был осажден англичанами в ходе Столетней войны. Франция была на грани поражения. Но Жанна не хотела своей стране такой участи. Ее желание победы воплотилось в жизнь. Девушки явились святые, которые подсказали ей план действий. Они наделили ее уверенностью в том, что она сможет возглавить армию и освободить город. Именно так и произошло. Жанна не только стала талисманом французской армии, но и выступила в роли настоящего военного стратега. Смогла разработать новую артиллерийскую тактику, с помощью которой обхитрила английских военачальников. Как правило, человек получает чудо от каких-либо небесных существ. Святых, как это было в случае с Жанной Д'Арк, или ангелов, как это произошло уже в наше время в семье Иониных. Глава семейства, 38-летний Олег, страдал, как считали доктора, остеохондрозом. Мужчина долго лечился, но безуспешно. Тогда-то и было решено провести полное обследование в одной из самых престижных клиник Петербурга. Мы это сделали, это как бы более такие снимки четкие, лаборатура новейшая. Там уже определили, что два позвонка уже практически рассыпались. Ну, как врачи объясняли, что на ниточке, уже кости как ниточки стали, что одно неосторожное движение, ну и все пополам, что сложишься. Ну и все пока лечение, пока оформляли квоту, чтобы в институт исследовательский ехать. Еще два месяца прошло, ну, когда уже определили, что это позвоночник рассыпается. За это время еще два позвонка начали рассыпаться. Вердикт медиков прозвучал, как приговор. Туберкулез костей позвоночника последней стадии. Болезнь быстро прогрессировала. Татья с кровати не мог. Даже не то, что встать, пошевелиться. Адская боль была. Нет, минут 20-30 лежишь, не шевеляйся. Хоть как-то улучшить ситуацию должна была операция. Врачи заменили разрушенные позвонки специальными имплантатами. И, казалось, все прошло успешно. Но на следующий день состояние Олега резко ухудшилось. Начался острый воспалительный процесс. Вечер, ну, буквально резко. Ну, как бы слабеть начал. Хоть и лежачий был, но чувствуется, что руки тяжело поднять. Поворачиваться. Даже головой как-то тяжело все в тумане. Температуру замерили. Температура 40-41. Ну, и из палаты его везли в реанимацию. Именно в этот момент, когда Олег уже без сознания лежал в реанимации, в его жизни и жизни его семьи произошло самое настоящее чудо. Сотворил его сын Олега, Игорь. Десятилетний мальчик не мог смириться со смертельной болезнью отца. Он все время твердил, не хочу, чтобы папа умирал. Я переживал, плакал. Потом, ну, ночь наступила, я уснул и от видения. Уже под утро Игорю приснился удивительный сон. В нем он оказался в красивом городе на облаке, где к нему подошел настоящий ангел, одетый в белые одежды. Небесное существо погладило мальчика по голове и рассказало, что надо делать, чтобы папа выздоровел. Он был с крыльями, он маленький был. И разговаривал со мной. Он говорил, что у меня есть дар, что ты можешь вылечить своего папу, чтобы он не умер. На следующее утро проснувшись, Игорь, не раздумывая, решил исполнить все инструкции из волшебного сна. Ему надо было взять фотографию отца, зажечь свечу и очень искренне, не сомневаясь в своих словах, произнести молитву. Слова подсказал все тот же белый ангел. Игорь в точности выполнил ритуал и стал ждать результата. Я-то думал, это сразу все происходит, как магия, что я вот это сделал, и целый день ничего не происходило. А на следующий день маме позвонили врачи, она мне все рассказала, и я так обрадовался, что папу моего выписали, что он не умрет, будет жить, что вместе будем гулять. На второй день, когда в реанимации было уже, как-то тоже, опять же, резко улучшение. Температура резко спала до 36, там, ну, может, и 8. Это уже потом, когда на третий день меня привезли в палату, я домой позвонил, ну, что все нормально, меня что, опять в общую палату, ну, послеоперационную положили уже. Температура нормальная, чувствую себя хорошо. Ну, тогда уже от жены узнал, что сын мой постарался. С этого времени Олег быстро пошел на поправку. Уже через месяц мужчина, который не вставал с постели почти год, начал ходить. А через два месяца его выписали из больницы. Прогнозом врачей я должен был, там, на костылях, с палочкой, ну, полтора-два года ходить, восстанавливаться, пока не окрепну. Вот. А сын своими манипуляциями, там, как бы массаж, как-то энергетикой, это ему лучше знать, чем мне. Вот. В принципе, за три месяца я восстановился. Куда делась болезнь Олега, никто объяснить не мог. У 12-летнего Игоря Ионина на это была своя версия. Болезнь своего отца он убрал в специальный портал хранилища недугов. После чего его плотно закрыл, чтобы болезнь не вырвалась наружу. Также в это хранилище он убрал страх и боль. Ну, я вижу портал, это как, такая, как бездна, вот, ну, как в космосе, такой он круглый и вращается, как, ну, там несколько цветов крутится. Там, может, какой-то мир есть, ну, или типа тюрьмы, что-то вот такое, куда все закрывают. Скептики скажут, никакое это не чудо, просто совпадение. Мол, организм мужчины боролся и смог справиться с болезнью. Но наука уже давно признала факт чудесного действия слов, произнесенных с непоколебимой верой. Более того, слова становятся материальны не только, когда их произносят. Они материализуются даже, когда их проговаривают мысленно. Про себя. Учеными было поставлено множество экспериментов по воздействию мысли человека на приборы. Но, пожалуй, самый показательный и самый легкий, его может повторить любой желающий, это эксперимент с алкоголем. Вот как проводился этот эксперимент. Его главное условие – абсолютная трезвость испытуемого. Это в обязательном порядке перед опытом проверяется с помощью специального прибора-алкотестера. Далее человека просили мысленно выпить рюмку водки. После этого тем же алкотестером вновь замерялось количество алкоголя в крови и дыхании испытуемого. Ви физики не могут объяснить этот феномен, но алкотестеры всегда четко показывали промилле этанола в крови и выдохе человека. От 3 до 80-х. Такая хорошая степень опьянения. Но и это еще не все. Ученые пошли дальше. Они просили испытуемых представить рюмку водки, стоящую в строго определенном месте. И уже через минуту специальный прибор, газоанализатор, фиксировал присутствие молекул этанола именно там, где и был визуализирован образ емкости со спиртным. Вывод однозначен. Мысль действительно материальна. И может изменять не только состояние живого человека, но даже окружающую его среду, в том числе материальные предметы. Нельзя злиться не только на людей, но и на предметы. Они запомнят негативный заряд. Но справедливо и обратное. Чем больше позитива вы внесете в окружающую обстановку, у людей рядом с вами, тем больше шансов, что что-то положительное произойдет тогда, когда вы не ждете ничего хорошего. Такое чудо под силу любому. Надо только очень захотеть. Служители церкви добавят. Еще одно необходимое условие – вера. Недаром в Библии чуть ли не в каждой главе есть описание чудесных событий. Иисус Христос исцелял больных, воскрешал мертвых, ходил по воде, превращал воду в вино. В священной книге описаны только некоторые из них. На самом деле им нет счета. И хотя современная наука уже не сомневается в их реальности, объяснить, как они происходили, не может до сих пор. Ясно только одно – такие чудеса случаются и сегодня. Появляются они в жизни так, как и предрекал Иисус – по истинной вере. Евангелие – это великая книга, в которой написана вся наша жизнь. Там все изречения. Каким судом судишь, таким у тебя судить будут, правильно? Вот. По вере вашей будет вам. Все это дается, но только надо раскрыть духовные глаза свои и видеть это, вкладывать в свою душу немножечко. Приход отца Павла невелик. Церковь Воскресения Христова, расположенная на окраине небольшого городка Венёв Тульской области. Но о чудесных явлениях, которые здесь случаются, ходит молва по всей России. Сюда едут со всех уголков нашей страны. Ну, люди рассказывают друг другу, передается. Вот. Приезжают многие, даже врачи приезжают, вот, кстати, в московской больнице, президентской, приезжают сюда соборываться. И вот каждый год они сюда приезжают соборываться, получают благодать. Я их помазываю масочком от иконы Казанской Божьей Мои. У нас лампады никогда не тушатся, она все время горит. И вот масочку мы это, как говорится, бережем, раздаем. Главное чудо этой церкви икона Казанской Божьей Матери. Вот уже 10 лет она непрерывно мироточит. Плачет, как говорят прихожане. Мира то застывает каплями, то течет по святыне, но никогда не высыхает. Считается, что Богоматерь скорбит о бедах тех, кто к ней приходит поклониться. И помогает в любых просьбах, любому искренне раскаившему, раскаившемуся. Особенно это все показывается чудеса для маловерующих. Ведь для верующего человека чудо, я говорю, сам Господь, который пришел для того, чтобы спасти нас всех. Вот это и есть чудо, что мы имеем возможность спастись. А маловерующим людям, конечно, это дается вот в виде исцелений каких-то, в виде еще чего-то, каких-то вот радостей. Вот кто-то замуж вышел, кто-то вот за один день пить бросил здесь. Попустили, конечно. У меня еще младшему сыну было 13 лет. Сейчас ему 28, 29 уже скоро будет. А я в таком думаю, что делать? Что сразу к отцу Павлу. Он говорит, ты съезди, все там, посоветуй, все сдай, попричащайся. Ну, я, конечно, к храму поближе, и, естественно, батюшке с ним и советовалась все. Вот. Один раз я пришла сюда, в храм, а вот там около Амвона аналогчик стоял, и на нем иконочка, Матерь Божия Казанская. Я подошла, а у нее полные глазки слез. Ой, у меня в душе все перевернулось, говорю, ну как, Матерь Божия плачет, а мы ходим, крутимся и грешим только. Ну вот, стала ходить я к Казанской нашей. Молитвы помогли. Через какое-то время на очередном осмотре доктора не увидели метастазы. А еще спустя месяц и вовсе сняли страшный диагноз. С тех пор прошло почти 10 лет, но Галина Николаевна не забывает благодарить Богоматерь. Иконы, они же такие же люди, как ему, они все слышат. И вот подходишь, ей все скажешь, на душе полегче. Дома не урядится что-то в Пороскеве пятница. Пороскевушка, милая, помоги. Она помогает. Матронушка, к Матронушке, и она помогает. В православном мире плачущие иконы считаются и редким чудом, и грозным знамением. Слезы Богородицы свидетельствуют о грядущих испытаниях. Сегодня икона Казанской Божьей Матери замироточила особенно сильно. Отец Павел уверен, это к большой беде. Когда она мироточила, взрывы в Москве особенно были. То есть, как бы, не очень к радостным вещам. Все, которые, особенно война в Югославии, она велась с двух глаз. И нас даже мы молили за Югослава, когда была война. Сейчас, я не знаю, война опять же у нас начинает в Сирии. И вот к этому она позавчера очень сильно стала мироточить, что так давно уже сильно она так не мироточила. Но, пожалуй, самое удивительное церковное чудо связано с кровью святых. Когда иконы или статуи начинают истекать самой настоящей кровью. Правда, по необъяснимой причине происходит это чаще в Италии. Одним из наиболее известных случаев появления в соборе крови святого считается чудо неапольской пиалы. Коричневые чешуйки на ее дне каждый год ровно на 24 часа превращаются в алую кровь. Христиане считают, что это кровь святого Януария, епископа Беневито, обезглавленного римлянами в 305 году нашей эры. Точный состав крови до сих пор не установлен. Реликвию категорически запрещается исследовать. Но увидеть чудо ее превращение может любой желающей. Надо только приехать в определенные дни в Неаполь. Это чудо происходит трижды в год. Кровь становится жидкой на глазах. Скептики выдвигают много теорий, почему так происходит. И одной из теорий является то, что там находится некое вещество, не кровь, которое становится жидким от стряхивания, от воздействия температуры, под лучами света, когда ампулу вытаскивают из ниши. Иногда кровь святого Януария вопреки всем ожиданиям не становится живой. И каждый раз отсутствие этого чуда было предвестником страшных трагедий. В 20 веке это было трижды. В 1939 году перед началом Второй мировой войны, в 1944 году перед извержением Везувия и в 80 перед сильным землетрясением. Есть еще одно чудесное явление, испытать которое на себе может любой желающий. Настолько оно доступно. Происходит это чудо тоже с удивительной точностью в одно и то же время. В ночь на 19 января. И связано оно с водой. Структурированность или активность воды на 18-19 она резко возрастает. Понимаете? Мы это регистрируем. Возрастание активности воды. Слово целебное я не хочу употреблять, скажем, а благотворное влияние на состояние организма это безусловно. Это безусловно. Здесь даже мне кажется и сомневаться не приходится, потому что не было ни одного свидетельства какого-то отрицательного воздействия крещенской воды. Вот не было в истории ни одного свидетельства. Положительных свидетельств масса. Феномен крещенской воды существует на самом деле. Специалисты лаборатории биофизики воды Московского института гигиены и экологии человека имени Сысина это доказали. Уже не первый год в этих стенах проводятся уникальные опыты. Набранную из всевозможных источников воду сначала отстаивают, а потом замеряют в ней количество ион-радикалов, отрицательно заряженных частиц. Путают, говорят, электроны. Что за электроны? Электроны в виде химически активных соединений ион-радикалов активны в форме кислорода. да. Такую воду еще называют живой. Насыщенная кислородом, она обладает способностью ускорять рост клеток, является сильным биостимулятором, оказывает положительное воздействие на организм человека. То есть действительно становится целебной. Так вот эта вода оказывается, она допирует электроны на организм. Если вы контактируете, скажем, выпил там воду или сделал себе наружную аппликацию, скажем, то организм приобретает вот эти отрицательные электрические заряды. Так изменяет свое состояние вода каждый год, начиная с 15 января. К 19 числу она становится целебной. При этом изменению подвергается вся вода на всей планете, абсолютно в каждом источнике, будь то водопроводный кран, река, озеро или пруд. Какие-то геофизические изменения происходят, я предполагаю, мы предполагаем, что это имеет, связано с положением Земли в Солнечной системе. В Солнечной системе. С чем это связано? С тем, что там, скажем, планеты как-то там становятся какой-то ряд, скажем, либо это межпланетное магнитное поле, скажем, да, либо это за счет того, что все-таки расстояние между Солнцем и Землей, значит, оно не является постоянным, оно изменяется, и возможно, что какие-то есть нелокальные влияния, скажем, от Солнца. Эксперты института также исследовали феномен так называемых святых источников. У нас есть целая система измерений, которые мы там сделали, это физико-химические измерения, измерения химического состава, измерения электрофизических свойств воды, ну и есть тестовые измерения по влиянию на организм человека, скажем, да, вот то, что в поле можно было сделать, что можно было? Кровь отобрать, скажем, да, ритмы сердца померить, скажем, да, ну вот еще вот есть методы, скажем, газоразрядной визуализации, там тоже какие-то можно получить какие-то данные, скажем, да, объективные. В местах подальше от солнечного света и шума мегаполисов. На их воду влияет целый комплекс геофизических явлений. В результате вода становится насыщена микроэлементами, кислородом. Приобретает правильную структуру. Происходит тот же феномен, что и с крещенской водой, но более локально. Состав воды меняется в определенных местах. Ученые предполагают, что в них особые электромагнитные потоки, нужные геологические породы и позитивная энергия. Какая конкретно, еще предстоит установить, но одно точно. Вода действительно становится чудесной. По всем объективным показателям мы видим резкое улучшение состояния человека. Вплоть до психоэмоциональной сферы. Даже более того, психоэмоциональная сфера, она даже, может быть, быстрее реагирует на это изменение. Именно поэтому мнение о том, что вода лечит, верно. Более того, человек может сам наделить воду целебными свойствами. Давно уже не сенсация опыта японского ученого доктора Эмото Массаро. Он доказал, вода может изменяться под воздействием информации. И эта информация может быть абсолютно любой. Слова, музыка, мысли, эмоции, картины. Самое удивительное свойство. Ну, я вот назвал информационную систему воды. Что это означает? Означает, что на любое внешнее воздействие вода структурно преобразуется. И в большинстве случаев может сохранять это преобразование, которое несет в себе информацию о том, кто на нее воздействовал. Российский ученый, биофизик Станислав Зенин пошел дальше. Он смог не только научно доказать, что вода обладает памятью, но и первым в мире объяснил этот механизм. Оказывается, молекулы H2O никогда не существуют по отдельности. Они всегда соединяются в некие кирпичики из 57 молекул каждой. Эти похожие на кубики Рубика кирпичики, Зенин их называет супермолекулами или кластерами. В свою очередь объединяются в некие структуры. В зависимости от окружающей среды эти структуры могут быть самыми разнообразными. Благотворными для человека или наоборот, несущими болезни и смерть. Самый неприятный риск – вы выпьете воду, вода сильно отличается от того, что нужно для организма, чем-то измененное. Вы рискуете тем, что организм, пытаясь ее подстроить под себя, он не сможет до конца это выполнить. И у вас в клетку попадет вода, которая не по вашей программе. Что будет? Будет процесс протекать по другой программе, не той, которую ваш компьютер заложил. Правильно? Так вот это называется в медицине биологии онкологией. Учитывая память воды, можно легко понять и работу биоэнерготерапевтов. Они могут изменять структуру воды, которая находится внутри организма человека, на более благотворную. Вода выступает в нашем организме не как растворитель. Ну, что у нас? Вот 70% воды, вот сейчас, когда в возрастном состоянии, или 80% при рождении, да? И получается, что мы как бы мешок органики вот в этом сосуде с водой, да? Ну вот. Оказалось, что вода – это биокомпьютер, который управляет всеми физиологическими процессами. То есть именно водная среда несет главную функцию. Она как бы запоминает правильную работу всех органов. Стоит только заставить воду изменить свою структуру, как сразу же начинает меняться и работа всех органов человека. Испорченная плохой информацией вода начинает заражать весь организм, внося хаос. Вы нарушите программу, по которой работает ваш организм. Ну, чтобы было легче. Вот вы нам слышали, что у каждого есть набор своих генов, да? Вот геном. Мы даже привыкли, это даже более, наверное, понятно. Специфичная? Специфичная. Так же специфичная программа, по которой ваша водная среда работает в вашем организме, управляя, согласуя между собой все биохимические процессы. И представьте, в ходе жизни, что вы делаете? Нарушаете эту программу неоднократно. Но возможен и обратный процесс. Воздействуя на воду, входящую в состав нашего организма, можно исправить биологический компьютер человека. В свою очередь, подкорректированная вода передает информацию дальше, как бы рассказывая всем клеткам, как именно в них должны измениться биохимические процессы, чтобы прошла болезнь. Человек является широкополосным генератором различных излучений, чисто физических излучений. Это давным-давно известно. Замеряются поля вокруг человека, и электромагнитные поля, звуковые поля, и химические поля вокруг человека расположены. Вот. И есть некоторые... Человек может генерировать полевые состояния, которые организуют окружающую среду. Проведем нехитрый опыт. Дистиллированную воду разливают в две мензурки. Одна из них контрольная. А во второй и будет находиться вода, которую должен изменить экстрасенс. Сначала инструктаж, как именно работать с водой. Затем Ашур Сарманов приступает к эксперименту. Сейчас для него главное представить, что перед ним не мензурка с водой, а, например, рука больного человека. Ему предстоит послать в воду зарядное исцеление. Чем сильнее будет это воздействие, тем более изменится структура воды. Когда действительно человек может менять структуру воды, это говорит о том, что он действительно может воздействовать и на биологические объекты. Теперь остается только проверить полученный результат. Ашур смог изменить показания воды в 20 раз только с помощью своего биополя. Через подобную проверку в этой лаборатории прошли уже более 300 человек из тех, кто называет себя обладателем экстрасенсорных способностей. По нашей статистике целителей гениальных, их очень немножко, их полпроцента примерно. Целителей с талантом где-то около 5%. Средним так людей, которые могут заниматься и обучаясь этому, это примерно 30% еще. Другое дело мир животных. Здесь каждый четвероногий биоэнерготерапевт и зачастую просто поражает чудесами своей сверхчувствительности. Элеонора Шашкова полюбилась миллионом после роли жены Исаева Штирлица. Потом были тени, исчезают в полдень. Ошибка резидента. В каждом новом образе Элеоноре всегда удавалось предугадать ожидания своих зрителей. Настоящий актер всегда немного экстрасенс. Я считаю, вот Господь Бог дал такой дар актеру. Ну и воплощая его. Конечно, какие-то вещи происходят, которые помогают. Может, поэтому в ее жизни и произошла эта уникальная история. Случилась она пять лет тому назад. Элеонора получила приглашение погостить на даче у своих друзей. Ей не с кем было оставить свою домашнюю любимецу, кошку Мисусь. И она взяла ее с собой. И в последнюю минуту побросала в корм, кошку спихнула в сумку и отвезла. Вот, мне дали комнатку. Я там, значит, жила. Она тоже никуда не выходила. Природу она почти не знала. Вообще у нас дачи не было. Вот такая комнатная кошка, домашняя. Спокойный отдых на природе подходил к концу. В последний день перед отъездом Элеонора прилегла после обеда отдохнуть. Проснулась от стука в дверь. Но встать и открыть ее уже не смогла. Стучали в дверь. Я поняла, что у меня не двигается ни один член моего организма. Даже язык. Только глаза двигаются. Так и лежала беспомощная, когда неожиданно к ней запрыгнула Мисось. Кошка легла на грудь актрисе и стала сильно мурлыкать. Как будто пыталась помочь хозяйке. Проходили минуты, часы. А кошка так и не уходила от нее. Наступил вечер. Через какое-то время Элеонора почувствовала, что пальцы ее рук немного шевелятся. Постепенно паралич отпустил и ноги. А еще через минуту она смогла позвать на помощь. Утром она ушла. В окошко окно было приоткрыто. Она спрыгнула в первый этаж и ушла. Врачи скорой помощи поставили диагноз инсульт. Но это было настоящее чудо. Его последствия исчезали буквально на глазах. Уже через пару дней актриса снова стала ходить. А через неделю вернулась в Москву и снова вышла на сцену своего любимого театра имени Вахтангова. Правда, свою спасительницу Мисось она так и не смогла найти. Кошка как будто провалилась сквозь землю. Через дней 40 мне сообщили по телефону. Я уже съездила на юг, отдохнула, приехала. Мне сообщили, что Мисось вышла из-под пола. Из-под дома. Мы приехали, она не держала головку и не держала передние лапы. Она падала. Она приняла на себя. Если это был инсульт, мой инсульт. Наблюдения за домашними питомцами давно уже доказали, они чувствительны к биополю своих хозяев. Кошки часто лежат на больных местах человека, а собаки зализывают раны. Наши четвероногие собратья, как своеобразные фильтры, поглощают отрицательную энергию. Удивительное, уникальное, необъяснимое. То, что ни в коем случае не могло случиться, но тем не менее происходит. Чудо. Оно всегда поражает воображение и противоречит всем законам мироздания. Чудо нельзя объяснить с рациональной точки зрения, спрогнозировать или просто предугадать его появление. Бесспорно только одно. Оно может случиться прямо сейчас. Оно может случиться прямо сейчас.